Ом на музыку? Привет! Доброе утро! Меня зовут Катя. Я работаю в этой педагоге. При сегодняшнем первым чемпионатом я задумалась о том, что, оказывается, самое сложное и самое важное – это правильно выбрать кофе. Конечно же, он должен быть очень балансированным, очень ароматным, обладать яркой кислотностью и высокой сладостью, но помимо того, что он должен быть вкусным, он должен вдохновлять. И порой то, что нас вдохновляет, находится прямо у нас под рукой. Кофе, который сегодня я вам заварю, я каждый день заварю для своих гостей. Вы можете найти его в любой кофейне на углу. Я точно знаю, как развивается его вкус и аромат с каждым днем после обжарки. И если гость просит совета и удивить его сортом кофе, то я знаю, что именно это то, что нужно. Сегодня у меня гости, и я с гостем заварю для вас. Мой кофе из эфилопии. Год называется «Дилги». Он собран фермерами приблизительно высокими больших хозяйствами, с местности Керечи, зоны Гуджи. Обработан на станции Маканеза. Это очень молодая станция. Она открыта в 2015 году. Она частная, и ее владелец, его зовут Израиль Декфа, Лично направивая в работу, он на ней еще 16 сантиметров. Особенностью его подхода качества является тщательная трехэтапная сортировка кофе. Сначала ясно сортируется после сбора. Удаляются подозрелые, перезрелые и испорченные ясно. Затем зеленый паффинти сортируется во время сушки. И третий этап – это сортируется уже зеленая зерна после карлинга непосредственно перед отправкой. Важно отметить, что все три этапа производятся строго вручную. Израиль вкладывает очень много сил, времени и средств в поддержание уровня качества своего кофе и повышение его. Кофейные деревья являются местными габриитными типиками. Они называются «севто» и «вагишо». Высота произрастания – 2000 метров. На такой большой высоте процесс созревания длится очень медленно, и это позволяет ягоду максимально наполниться сладостью. С помощью способа обработки кофе мыслей. Сначала ягоды отправляются в дисковый пульпатер, где подъем уголения ягод и так же сортируются по плотности. Затем форментируется в воде 48 часов, после чего промывается в специальных каналах, где еще раз сортируется по плотности. Перед сушкой зерна форменти выдерживаются сутки в свежей чистой воде. Сушится кофе на африканской кровати в течение двух недель. Мытый способ обработки дает новому кофе невероятную чистоту в чашке, яркий аромат и сочной кислотности. Обжарить кофе четыре дня назад. Сегодня тот самый день, когда раскрывается максимум его вкусом. Время обжарки – 9 минут. Время развития после бюро «Крэка» – 16,5% от общего. Как я уже упоминала, мы работаем с кофе уже несколько месяцев, и профиль обжарки точно не бывает до малачей. Он подобран именно так, чтобы сохранить чистоту напитка, но добавить максимум сладости. А тело оставить легким, но добавить ему гладкости и шинковистости. Самый важный момент в расстройстве в кислоте – это, конечно же, рецепт. Он состоит из трех частей. Метод заваривания – вода и фильтр. В метод заваривания я сегодня выберу в северную ларуку «Вилфа». Она наиболее полно раскрывает потенциальную любовь. За счет голодного процесса экстракции кофе нам понадобится сладким, откусывая дискриптура «Яркина». Я использовала сегодня 20 грамм вина, которое смолола перед выступлением, и 305 грамм воды, теплой громадуры – 92 градуса. Сначала кофе настаивается в течение четырех минут. Затем я открою засворку, и он пройдет чистить. И общая длина экстракция составит 6,5 минут. Воду я выбрала природную из уникальной области в бедре. У нее очень нестинная реализация. Всего лишь 35 мг на ленте. pH в 1,6 – это ниже среднего значения. Такой pH и мягкость воды позволяют сделать мою кофе очень сладким и сочным. Фильт отбеленный бумажный. Я считаю, что именно он оставляет мою фильт более чистым, не придает ему никаких поздоровших привкусов. И только бумажный фильтр обеспечивает наиболее точной фильтрацией частиц кофе. В сочетании иммерсия, мягкая вода и бумажный фильтр сделают мою филлеру чистым, сочным и очень многогранным. Которые люди, если вы готовы, я попрошу вас принесать посылу с фильтрами кофе. Я хочу отметить, что кофе очень прозрачный и последователь. И все, что вы почувствуете в аромате, оказывается в локусах. Аромат сладкий, цветочный. Он разкуется на три жасмита, лимона, лимонником и черный чай. В бухете, пока напиток горячий, вы почувствуете жасмин, лимон и черный чай. На основании усилится сладость. Она расстроится на ту жасмин, априкосов, персиков, послевкусие жасмин, очень добрый и сладкий. Еще со стороны. Баланс. Чашка очень хорошо балансирована, кислотность преобладает, но очень удачно подчеркивается высокой сладостью и низкой доличью. Эфемия Зинги очень вдохновила и удивила меня тем, что, учитывая ее классический профиль, присущий эфемскому кофе, она оказалась очень чистой, очень сочной, сладкой и очень многогранной. Субтитры добавил DimaTorzok Валерий Васильевич, я попрошу отценить, нацаровать именные серверы. Продолжение следует... Мне было сегодня очень приятно завести на вас тот момент, который меня вдохновляет каждый день. Я надеюсь, вы уходите в Синкашин так же. Спасибо большое!